здравствуйте всем доброго дня мы начинаем наш прямой эфир сегодня он посвящен теме опила выбор мастера пилить или все же не пилить как это делать правильно и как это делать красиво не только с точки зрения процесса вашей работы но еще и конечно же результата прежде всего разберем с вами моделирование сегодня подготовила пальчик один буду показывать на себе установим форму выполним моделирование с сочетанием двух материалов более твердого в зоне свободного края поработаем акригелем и выполним укрепление при помощи скульптурного геля палпинг и на форме мы все это будем делать на миндалевидной такое салонное удлинение с небольшой длиной и далее я уже хочу более конкретно прям по пунктам пройтись и разобрать опил этапы опила нюансы при опиле куда нужно смотреть на что обратить внимание для того чтобы получить красивую качественную правильную архитектуру и соответственно обеспечить хорошую носибельность ногтей которые мы моделируем в рамках салона красоты еще раз всех приветствуем разворачиваю кран и начинаем нашу работу если я буду ходить вдруг из кадра так как моделировать я буду на себе я вас попрошу прокомментировать мне написать сообщение ну вот достаточно близко установила камеру я подготовила свой ноготь что я в данном случае сделано этапе подготовки я убрала чрезмерную длину свободного края для постановки формы и прошла выполнила такую легкую аппаратную обработку неглубокую с ногтевой пластины у нас убрано полностью покрытие предыдущего которое было как понимаете ногти мастера на себе тренируем на себе опиливаем любую процедуру мы начинаем с обработки рук мастера и клиента работаем очищающим спреем выполняем эту обработку полностью стильной стороны ладони с внутренней поверхности все убираем при помощи евроклинсера мы выполняем обезжиривание обезжиривание я выполняю от свободного края и под кутикулу если вы до этого пользовались римовером то при таком движении у нас обезжириватель попадает и тщательно обезжиривать все складках заднего валика для дополнительного обезжиривания под твердые гелевые системы обязательно используем nail prep это дегидратант препарат который позволяет вывести остатки влаги масел из натуральной ногтевой пластины наносим его легкими движениями и оставляем на воздухе он испаряясь выводит все остатки то есть любое зажирнение которое присутствует далее nail prep раствориться следующим этапом наносим ультрабонд это грунтовочный препарат он отвечает за прикрепление искусственного материала к натуральной ногтевой пластине важным нюансом является то что ультрабонд мы наносим тонким слоем обязательно с отступом от кутикулы стараемся делать это без нахлёстов ультрабонд не должен быть сильно жирным так как очень сильно жирная дисперсия может дальнейшем спровоцировать от слойки тоненько без нахлёстов ультрабонд у нас сохнет на воздухе в течение двух минут моего подсушиваем и далее уже приступаем к нанесению базового покрытия под базовое покрытие в качестве базового покрытия под твердые гелевые системы мы можем использовать два варианта базы это бейс гель из гель-лаковой системы и супербонд гель из твердой гелевой системы в чем здесь разница когда у клиента ногти влажные очень тонкие мягкие можно использовать бейс гель у него очень хорошая адгезия в принципе на стандартных нормальных ногтях когда нет проблем с отслойками используем супербонд в большей степени я конечно супербонд по твердые гели использую и сегодня им же и буду работать супербонд имеет такую во флаконе достаточно жирную кисточку то есть она плотная много материалов себе набирает остатки с кисти я всегда сгружаю во флакон тонким слоем это можно делать таким выбивающим движением я начинаю втирать базовое покрытие нам не нужна толщина это только основа прохожусь в центре укладываю кисть протягиваю вдоль боковой поверхности обязательно с отступом это делаем и можно уголочком кисточки пройти аккуратненько по торцу и следует следующим этапом мы подсушиваем подсушивать можно в принципе достаточно подсушить в течение 15 секунд так как мы будем устанавливать форму выкладывать удлинение и также это удлинение будем просушивать чтобы не пересушивать базу не пересушивать дисперсию на данном этапе можно это сделать в течение 15 секунд тема всем здравствуйте еще раз кто чуть позже присоединился тема сегодняшнего нашего эфира это опил мы разбираем этапы опила искусственного ногтя выстраивание его архитектуры посушили базу и далее приступаем к установке формы форма для моделирования на липкой основе форма одноразовая имеет достаточно большую длину так как мы моделируем салонные ногти то зоне свободного края линию по перфорации я сгибаю и вот это чрезмерное удлинение она сегодня нам не пригодится я убираю для удобства постановки форм это делаем снимаем форму с липкой основы форма видите очень липкая липнет перчаткам сильно мы ее не прижимаем к своим пальчиком сняла форму с липкой основы накладываю на окошечко вот по линии перфорации наступаю лепесток у меня остается на подложке форма липкая вся с внутренней стороны это такой можно сказать момент привычки окошко для жесткости я подклеиваю всегда этим пользуюсь я люблю когда форму более жесткая в изгибе разрезаю верхние боковые части для того чтобы они были абсолютно симметричными беру форму двумя руками сгибаю по перфорации вот здесь посередине по линиям изгиба зажимаю то есть формирую поперечный изгиб естественно форму мы подставляем двумя руками так как я моделирую сегодня на себе подставлять я буду одной рукой но техника у нас абсолютно одинаковая попробую показать это по боковой стороне чтобы было видно я сначала завожу форму под уголочки и потом вставляю середину смотрите вот такое движение не разгибая поперечный изгиб вот вы завели под углы форму у вас в центре здесь пока еще окошко и я форму подставляю к ногтевой пластине снизу подставила форму зафиксировала ее по боковым частям своего пальчика чтобы при взгляде сбоку видите я вы выставила вот так по боковой 7 не видно что у меня боковые части верхние находятся на одном уровне зафиксировала так как форма липкая с внутренней стороны у меня она зафиксировалась внутри то есть она прилипла у меня к подушечке пальца разворачиваю форму и моя задача нижние боковые части снизу склеить стык в стык при такой постановке формы мы обеспечиваем ровную каплю в торце то есть симметричную поперечную арку в дальнейшем посмотрели на форму в салонном моделировании при постановке формы в зоне в ростов у нас форма должна установиться таким образом чтобы она была равна на ширине ногтевого ложа вот в данном случае у меня широко форма стоит значит я беру своими пальчиками и вот от в ростов вниз по косой по подушечке пальцев делаю такие небольшие заломы изгибаю форму и поджимаю ее снизу мы формируем с вами менделевидную форму и соответственно нам хочется чтобы у нас ноготь был поуже поэтому форму мы поджимаем обязательно разворачиваем форму контролируем ее по фронтальной оси относительно фронтальной оси пальчик осмотрим чтобы форма не уходила в ту или иную сторону это очень важный момент еще раз подожму вот таким образом при моделировании менделевидных ногтей обращаю ваше внимание на то что форма установлена с небольшим наклоном носик формы слегка опущен для того чтобы мы могли сформировать ровную боковую параллель удлинение мы будем выкладывать на форме при помощи акригеля я взяла цвет кавер он такой имеет красивый розовый оттенок подходит под цвет камуфляжа камуфляж мы будем выполнять полпинка вот такой тоже красивый цвет для этого нам понадобится апельсиновая палочка работаем чтобы акригель у нас не лип я очищающий спрей добавляю в колпачок просто от флакона смачивая в нем апельсиновую палочку на деревянная она хорошо выбирает себя влагу и не прилипает долгое время потом как ригелью то есть он не тянется нажимаю на флакон выдавливаю небольшое количество материала много нам не нужно вот такая небольшая горошинка сейчас помогу себе перчаткой неудобно одной рукой можно и пальцами до упала подняли эту горошинку я выгружаю на форму всегда моделирование я делю себе на четкие этапы выгрузила на форму вот эту горошинку расплющила ее то есть проконтролировала чтобы в материале у меня не было пузырей и начинаю подталкивать этот материал фактически разделила на две половины одну половинку подтаптывая чуть-чуть вытягиваю удлинение и начинаю подтаптывать стык стык своему натуральному ногтю попробую сейчас развернуть смотрите сразу подтягиваю фир формирую боковой параллель стараюсь делать это максимально ровно чтобы не пилить потом лишнего но с запасом на открытие толщины именно по боковой линии до толщина ребра у нас моделирование должна присутствовать поэтому материал мы выкладываем естественно с запасом на пил еще немножечко подтягиваю носик сразу придаю себе такую форму свободного края которая мне нужна у нас будет миндалевидная форма и вторую половину материала я спускаю также с запасом на опил и вот плоскостью ноготочка прям беру и подтягиваю к боковой линии натурального ногтя при моделировании ногтей боковая линия натурального ногтя должна совпадать боковой линии свободного края составлять четкую ровную прямую линию поэтому сразу вот эти моменты при выкладке материала я контролирую в центре я толщину оставшегося материала с подложки слегка подтягиваю видите и прям на нет немножечко растаптываю растягиваю скажем так дополнительно стрессовую на стрессовую зону протягиваю более жесткий материал протянули посмотрели на наше удлинение она получается у нас достаточно аккуратным то есть мы не заходим не даем сразу толщину на поверхность ногтевой пластины и обязательно перед просушкой так как мы воздействие оказывали на подложку мы раскладывали материал перед просушкой обязательно проконтролируйте форму дополнительно подожмите ее так как она могла расклеится посмотрите в носик оцените поперечную арку и после этого мы можем сушить просушиваем прелесть акригеля заключается в том что пока он горячий есть возможность его поджать если вы выполняете удлинение и работаете например с трапециевидными ногтями с ногтями у которых очень большие валики явно выражена подушечка пальца есть необходимость в зоне в ростов поджать то после просушки в течение 30 секунд пока акригель горячий его можно на форме поджать то есть вы взяли делается это двумя пальчиками тыльной стороной да вот взяли уперлись во вросты ногтевые и поджали в данном случае у нас такой необходимости нет но если она у вас возникает упираетесь во вросты зафиксировали пальчик подождали пока материал слегка остынет вот как только он остыл он эту форму зафиксировал вот такое мы выложили удлинение я сейчас еще раз дополнительно подсушу так пока мы подсушиваем прочитаю хотела спросить если в рост и разные по высоте один выше 2 ниже форму придется подрезать конечно если у нас ногтевые в рост и находятся на разном уровне мы можем пока порисовать пока нас сохнет наше удлинение вот например один ногтевой в рост у нас выше другой ногтевой в рост ниже вот она у нас линия гиппанихия может быть и подушечка пальца да не всегда симметричная где-то она выходит может быть она неровной естественно для установки формы при ее установке у нас в той зоне где в рост выше у нас будет образовываться пустое пространство которое нам нужно обязательно дотянуть заполнить материалом то есть вот эту линию нам нужно восстановить поэтому в том месте где у вас наиболее вытянуты гиппанихии то есть выпуклая часть выступающая в этом месте вы делаете надрез такое окошечко на форме и соответственно форма у вас становятся под ногтевые в рост и вот таким образом мы действуем если форма у нас не становится либо если ногтевые в рост и разные то есть какие-то особенности на ногтевой пластине эти посмотрите по боковой оси удлинение у нас не толстая то есть все достаточно тоненько и аккуратно после просушки при надавливании на форму если у нас подложка высохла форма легко и просто снимается надавили вниз опустили форму сняли отлепили верхние боковые части удлинение наше готово далее мы можем приступить с вами к укреплению укрепление будем выполнять при помощи геля soft pal pink это красивый камуфлирующий скульптурный гель такого натурально розового цвета он очень хорошо кстати под разную цвета кожи подходит работаю кисточкой в данном случае взяла шестерку вот такой лепесток можно четверочка работать то есть тут зависит все от вашего удобства набираю небольшое количество геля на форму никогда не берите сразу много лучше взять меньше распределить и при необходимости добавить этапы именно выкладки тоже должны присутствовать все действия они у нас систематизированы маленькую слишком каплю за вижу это и сразу добавляю основная толщина всегда закладывается в центре поэтому материал я выкладываю именно в центре выложила укладываю кисточку и начинаю делать движения такие форме восьмерки я вот подтолкнула гель к кутикуле и вот такой восьмеркой вернулась еще подобрала гель опять подталкиваю возвращаюсь подталкиваю возвращаюсь когда я делаю вот эти возвратные движения у меня в зоне кутикулы наполнение материалом нулевое то есть она плавная нет перехода сразу аккуратно и выстраивается линия подтолкнули в одну сторону подтолкнули в другую видите даже восьмерка такая у нас на ложе получилось дальше следующим этапом я подбираю гель и начинаю его подталкивать наполняя толщину по боковым поверхностям подтолкнула вернула на себя забрала стараюсь максимальный ракурс чтобы было видно понятно о чем я говорю подтолкнула забрала подтолкнула забрала перехожу опять у меня вот она толщина у меня сконцентрированная в центре я перехожу опять подталкиваю к боковой поверхности забираю подталкивая забираю наполнили и теперь делаю такие промазывающие движения к зоне свободного края я сразу сказала о том что не берем много материала если бы мы сейчас взяли много материала он бы у нас уже начал растекаться поэтому мы сначала наполнили в зоне кутикулы по боковым поверхностям и далее я на кисть набираю уже капельку геля выгружаю ее опять в центре сконцентрирую ее здесь и начинаю такими движениями подтягивать кутикуле стаскивает к свободному краю опять подтянули кутикуле вернулись к свободному краю кисточка делаю легкие достаточно движения чтобы у меня материал но не продирался да не процарапывала чтобы кисть у меня подложки не касалась можно в перевернутом положении на это посмотреть то так как я делаю на себе вот хочется чтобы движение все-таки были видны видите изгиб он у меня плавный я переворачиваю сейчас материал с центрового гель имеет очень высокие самомоделирующие свойства то есть он сам очень хорошо выравнивается выглаживается если вы ямку где-то увидели вот взяли по воздуху аккуратно подтянули в этом месте оставили кисточку соответственно материал у вас остался посмотрели в торец обязательно оценили толщину здесь я вижу вот у меня по ребрышкам боковым не хватает значит я возьму и стяну материал по бокам задача без опила выкладывать у нас конечно нет нам нужно попилить так как мы и пил будем разбирать но в любом случае всегда старайтесь сделать так чтобы а пил у вас был минимальный чтобы много пилить не приходилось так стягиваем чуть-чуть вот пузико сошло обратите внимание гель достаточно долго да так как я объясняю разговариваю гель у меня никуда не течет то есть он никуда не стекает не убегает потому что мы именно последовательно с вами пошли то есть мы сначала сейчас я сушу мы сначала что сделали уложили именно основную толщину в центре потом движениями вот такими восьмерочными распределили кутикуле наполнили по боковым поверхностям в одну другую сторону стянули полностью создали дисперсию уже непосредственно по всей длине и далее добавили опять-таки в центр то есть весь материал у нас сконцентрировался в центре и он у нас никуда не потек то есть если вы только начинаете моделировать самая большая проблема гель затекает поэтому двигайтесь два этапа сначала более тонкий слой нанесли потом добавили в центр пока у меня ноготок просыхает сушим сушим мы материала в течение двух минут вот такая полноценная просушка она у нас занимает 2 минуты на этапах промежуточных можно подсушивать в течение подложку подсушили мы сначала 15 секунд потом досушили ее так как еще удлинение минуту просушивали и общая полимеризация всего материала у нас две минуты составляет толщина небольшая конечно когда мы моделируем например арочные ногти когда мы делаем выкладные френчи у нас в зоне ложе ногтевого может толщина быть чуть больше там если есть необходимость можно там еще в течение минуточки досушить какой гель фирмы фирмы ими у нас продукция вся компании ими на вот он наш логотип гель скульптурный гель моделирующий для выравнивания самовыравнивание идеального он очень хорошо подходит удобен в работе цвет у него отличный подходит по цвет кожи достаточно многих скажем так людей многих клиентов универсально посмотрите мы фактически с вами ну ничего практически не делали да я кисточка можно сказать поводила туда-сюда и выполнила вот такое вот моделирование сейчас я вижу то что мне есть запас а пила по боковым параллелям то есть есть из чего поднять толщину у нас есть подъем . так сочетается спуск свободному краю после полимеризации нам нужно материал обезжирить так как гель у нас вид дисперсию имеет липкий слой обезжириваем мы при помощи евроклинсера выполняю обезжиривание всей нашей скульптуры всей нашей архитектуры и приступаю к пилу при апеле я всегда пользуюсь щеточкой и и одеваю на безымянный палец таким образом чтобы у меня вся кисть была в работе то есть она мне не мешает апел выполняю при помощи пилочки для искусственных ногтей зебра и еще называют она имеет абразивность то на 180 единиц та часть где у нас цифровое обозначение более грубая часть на которой нет никакого цветного скажем так изображение нет логотипа она у нас более мягкая начинаем апел с того что мы открываем толщину торца нам нужно увидеть всю толщину нашего моделирования для этого нам нужно открыть толщину торца устанавливаю пилочку под углом не под 90 градусов я всегда должна видеть то что я пилю слегка раскрываю на себя упираюсь в торец в центре и начну открывать толщину когда я перехожу на боковые параллели вот она у меня боковая параллель я пилочку укладываю под боковую параллель так как мне ее нужно приподнять выровнять и делаю движение пилочки в несколько этапов я снизу выравниваю сразу завожу на бок и чуть сбоку то есть этим движением я что делаю я сразу и выравниваю боковую параллель и заужаю то есть убираю лишнюю толщину по бокам и придаю форму свободному краю с одной стороны выполняю эту манипуляцию можно сказать что это такой черновой вариант с одной стороны подобрали параллель перешли к другой чтобы при взгляде с торца посмотрите сейчас в торец у меня видно да это параллель у меня стала на место слева а справа она провисает салон на моделирование при взгляде то с торца уголки свободного края вот эти параллели они должны находиться на одном уровне уперлись снизу завели пилочку от параллели боковой натурального ногтя двигаемся чуть снизу немного сбоку снизу немного сбоку выполняю заужение к носику форма миндалевидная она конечно может отличаться одна от другой миндаль может быть более широким таким но с зауженным носиком может быть прям совсем зауженным то есть тут еще зависит и от ваших вкусовых предпочтений от предпочтений ваших клиентов более узкие или более округлые здесь вы выбираете сами открыли толщину торца мы к опилу именно по свободному краю с вами еще вернемся и посмотрели в торец сейчас увидели вот она у нас толщина что здесь читается здесь можно прочитать и всю толщину в центре наполнения и на толщину по боковым поверхностям и толщину в зоне свободного края именно самого торца следующим этапом скажем так правильным этапом мы начинаем опил в зоне кутикулы вот смотрите наша ногтевая пластина немножечко кривовато но суть я думаю что нам будет ясно первым делом после того как мы открыли толщину торца и толщину по боковым параллелям мы начинаем опил в зоне кутикулы зона кутикулы у нас не только вот в приближенных складкам заднего валика а она у нас по факту вот это вся площадь которая спускается к ногтевым в ростом пилочку укладываем всей плоскостью материал видно вот я прям близко специально девочки показываю видно что при моделировании у нас нет никакой ступеньки у нас вот здесь наполнение четко поэтому в данном случае нам только нужно снять блеск в зоне кутикулы то есть по факту нужно зачистить границу гель натуральный ноготь уложили в центре вот видно след я прям плоскостью укладываю давление не оказываю плавно меняю то есть я увеличивал угол наклона пилочки и плавно спускаюсь к ногтевым в ростом пилю всей плоскостью туда-сюда двигаюсь пилочкой в холостую не хожу и туда прошла и обратно зачищаю границу гель натуральный ноготь при аккуратной выкладке нет необходимости давить на пилочку так как при давлении мы можем спровоцировать отслойку искусственного материала даже на этапе опила от натурального ногтя опилили зону кутикулы следующим этапом мы с вами вот то что я рисовала на бумаге вот я карандашиком продублирую на ноготке следующим этапом мы должны опилить боковые поверхности вот у нас боковая поверхность с одной стороны и с другой боковые поверхности опиливаются в двух направлениях они опиливаются в продольном направлении то есть вот эта часть мы двигаться будем пилочкой от кутикулы к свободному краю и в поперечном направлении мы также будем опиливать формируя уже сразу поперечные арки которые проходят у нас через всю поверхность ногтям пилочку выкладываю от зоны где я закончила пилить выкладываю и двигаюсь от кутикули с кутикулы к свободному краю да то есть продольном направлении я опиливаю вдоль всего ноготка уложила всей плоскостью и опилила посмотрела в торец при сгляде с торца боковые поверхности должны быть симметрично относительно друг друга прошла вдоль теперь укладываю пилочку меняю угол наклона и спускаюсь к ребрышку то есть к толщине ребра также разворачиваю смотрю вот здесь в торец чтобы толщина у меня сохранилась в салонном моделировании эта толщина может составлять от 0 5 это минимальная граница 0 7 до 1 миллиметра она может доходить но полностью должна читаться при взгляде с торца уложили опилили прошли вниз теперь аналогичным образом мы опиливаем боковую поверхность с другой стороны я также двигаюсь вдоль смотрю при этом обязательно в торец и толщину с правой стороны понижают до той толщины который я сформировала с левой стороны при взгляде именно с торца двигаюсь вдоль от кутикулы к свободному краю непосредственно к торцу и теперь также увеличивая угол наклона пилочки я спускаюсь и формирую боковую с боковой поверхности вот сформирую арочку смотрю в торец здесь прям девочки сейчас разверну чтобы видно было толщину торца именно вот с этой стороны понизила посмотрела в торец проконтролировала еще подбираю вижу у меня вот у меня провисает параллель по взяла почистила после этого посмотрела в торец проконтролировала толщину обязательно без давления работаю за счет абразива следующим этапом после того как мы опилили зону кутикулы и боковые поверхности мы с вами приступаем к пилу поверхности в зоне свободного края что мы здесь делаем мы здесь будем двигаться укладывать пилочку от точки апекса которая в данном случае у нас должна располагаться в центре так как длина не превышает свободного края не превышает ложе по длине и полностью по всей вот этой поверхности мы будем двигаться при этом при апеле я всегда буду смотреть в торец укладываю на поверхность видите всей плоскостью и по кругу от точки апекса к торцу к свободному краю я начинаю понижать толщину материала то есть если я при взгляде в торец вижу что у меня вот здесь вот с краю вот здесь много значит у меня много полностью по всей поверхности свободного края выравниваю торец контролирует толщина торца у нас должна быть абсолютно симметричной и одинаковой на протяжении всего свободного края подобрали толщину здесь можно на этом этапе немножечко подтянуть вот прям отодвинуть валик боковой там уже с запасом выкладывали и вот соединить линию натурального ногтя и искусственного свободного края не допуская здесь не зазоров не зазубрин вот я прям намеренно валик на себя натягиваю еще слегка делаю заужение хочется мне поуже общее впечатление чтобы у меня было более узкого свободного края здесь также контролирую валик прям раскрыли пилочку завели и соединили эти линии еще раз посмотрели в торец теперь после этого пила что у нас осталось на ноготочки только в зоне апекса у нас остался такой островок и для того чтобы завершить опил поверхностный для того чтобы сформировать центральный продольный изгиб который вдоль ногтя проходит нам нужно соединить линии опила зоны кутикулы боковых поверхностей и зоны свободного края в данном случае почему мы в последнюю очередь апекс опиливаем потому что мы можем с вами проконтролировать его расположение развернув по боковой оси ноготок мы имеем возможность посмотреть что ага вот сейчас у меня возвышение да если мы посмотрим она мне все-таки приближается к скажем так верхней трети ногтя а мне хотелось бы в центр его сместить значит что мне нужно сделать уложить пилочку и понизить от кутикулы к апексу вот здесь материал именно поэтому то есть мы сейчас имеем возможность апекс подвинуть в ту или иную сторону разворачиваем укладываем пилочку на поверхность смотрите у меня правая рука с пилочкой она всегда как станок двигается четко туда-сюда работая всем абразивом а рука клиента ну в данном случае моя но когда речь идет о клиенте я держу левой рукой и пальчик под пилочкой прокручиваю работаем всегда двумя руками уложила слегка понижаю от кутикулы к апексу здесь же сразу выхожу на центр эту толщину спускаю по боковой поверхности и выглаживаю когда я пилочкой не давлю и палец клиента под пилкой под ее плоскостью плавно прокручивая у меня поверхность при пиле сразу формируется ровная без каких-либо граней то есть шлифовщиком мы потом только уберем глубокие царапины от абразива пилочки развернули проконтролировали немножечко понизили при необходимости спускаемся с правой стороны делаем симметричной поверхностью гладкой не граненой спускаемся уже подчищаем убираем блеск выравниваем поверхность и формируем на этом этапе симметричные поперечные арки которые у нас читаются при взгляде с торца вот вы видите торец мы здесь видим и нижнюю арку и верхнюю и вот даже сейчас если поближе подставить что я вижу что у меня с правой стороны все-таки материала чуть больше ну кто нам мешает взять пилочку пройтись по боковой поверхности немного эту толщину подобрать обратите внимание ноготь у нас не толстый да у нас нет большой толщины но при этом у нас толщина присутствует в нужных местах у нас читается . апекса то есть наполнение в центре у нас читается наполнение по боковым поверхностям если мы посмотрим с внутренней стороны на ноготок у нас читается толщина торца то есть такие ногти они выглядят эстетично аккуратно то есть это не бросается в глаза что ого фу не ногти нарощены нет это натурально и красиво но при этом по параметрам архитектурным соблюдены все моменты нужны толщины толщина должна быть в нужных местах допиливая ну как всегда знать если я сейчас начну страдать перфекционизмом я могу еще попилить минут 40 и это очень люблю очень люблю правильную архитектуру искусственного ногтя красиво видите мы продольный с изгиб сделали плавным более плавным еще раз посмотрели все параметры проконтролировали и теперь наш ноготь готов к тому чтобы выполнили мы на нем шлифовку убираем опил весь смотрите вот такой красивый очень аккуратный на мой взгляд эстетичный такой хороший получился на готов шлифовку мы выполняем при помощи шлифовщика 100 на 180 единиц для искусственных ногтей он также с одной стороны имеет более грубый абразив с другой более мягкий для такого идеального выглаживания особенно если френч вы будете рисовать и по бороздкам по этим царапкам чтобы френч не плыл линия улыбки не плыла да конечно лучше отшлифовать двумя сторонами сначала более грубой обязательно проходите всегда по торцу чтобы зазубринок никаких не оставалось от красивый чистый ноготь с боковой поверхности да так как ноготок я показываю достаточно близко у меня видно что вот здесь в зоне кутикулы блеск остался я его оставила намеренно я не подходила туда пилочкой потому что у меня нет там натеков мне нет там какого то бугра нет ступени и мне в данном случае достаточно только шлифовщиком зоне кутикулы пройти особенно если кутикула у клиента чувствительно можно выполнить аккуратное моделирование и не иметь необходимости там пилить зашлифовали более грубой частью и теперь можно стороной с более мелким абразивом пройти уже до идеала ноготок дочистить также снизу полностью подбираем убирая излишки пыли я очень люблю api убирать просто салфеткой сухой салфеткой для маникюра всегда так делаю прохожу очень хорошо пыль в себя выбирает потому что когда мы делаем этом просто обезжиривателем мы по сути пи пыль эту намочили и она у нас высохла и пылью осталось салфетка маникюр на очень хорошо эту пыль в себя втягивает а вот это сразу видно вот такой ноготок у нас с вами получился правильный с хорошей правильной архитектурой не грубый не топорный но при этом носибельный да эти моменты очень важны ногти должны быть не только красивые салоны но еще и должны отвечать всем требованиям моделирования у нас осталось время я думаю что сколько по времени занимают две руки но как правило если вы работаете в рамках салона красоты конечно у нас время ограничено это полтора но наращивание максимум два часа дается сейчас времени я это делаю долго по причине того что я рассказываю поэтапно очень много времени уходит на разговоры при аккуратной выкладке нам не требуется большого опила то есть нам нет необходимости убирать большую толщину и так далее поэтому вполне реально за два часа за полтора часа нарастить такие ногти далее мы выполним с вами обезжиривание я очень хотела успеть сделать еще и дизайн показать я люблю такие цветочные принты мне очень нравится смотрите какой хорошенький очень симпатичный получился при постановке формы правильно прям специально обезжириваю хочу близенько чтобы вы увидели смотрите у нас нет стыка вот здесь в при правильной постановке формы с внутренней стороны ноготь блестящий чистый без стыка так сейчас отвечу еще девочки обязательно отвечу на вопросы если гель выложить и не убрать блеск а покрыть ультрашайном что будет смотрите если вы выложили гель посушили его и не обезжиривая покрыли то ничего не будет будет содержаться носиться если вы ноготь обезжирили твердый гель то соответственно при снятии дисперсии вам нужно выполнить хотя бы шлифовку для того чтобы поверхность была шершавой материал у нас прикрепляется либо к дисперсии либо на опиленную поверхность если вы обезжирили покрыли ультрашайном он у вас колется смотрите вот такой хотела дизайн сделать цветочными принтами очень люблю шарми кон и вот это это осенняя нежность у нас 190 и вот такие на адрес и цветы мне очень нравится как они ложатся именно на камуфляж без базы флористический вот такой print то есть без цветной подложки не тратим время например на покрытие белым цветом сразу на камуфляж выполним вот такой дизайн быстро нам для этого понадобится слайдер топ я обезжирила маникюр нам доделывать не нужно под кутикулы у нас чисто пыль мы все убрали я беру слайдер топ тоненько не хочется портить красивую архитектуру делаем все максимально тонко подталкиваю кутикуле стягиваю по поверхности знаете вот прям смазываю тонким тонким слоем боковую параллель тоже прям хорошо прохожусь тоненько и с другой стороны также протягиваю сейчас пока 30 секунд будем слайдер топ просушивать успею ответить на вопрос эфир обязательно сохраним мы когда с вами закончим работу подгрузят эфир он обязательно будет и в своем инстаграм аккаунте я его тоже обязательно сохраню подсушиваем 30 секунд для того чтобы слайдер топ подсушим 30 секунд для того чтобы декорация наша могла по нему двигаться растягиваться не ложится морщинками вырезаю вырезаю выбирают цветочный принт который наиболее нравится вот на мой взгляд они прям очень классно смотрится именно на камуфлирующей подложке и плюс мы можем время с вами сэкономить именно на отсутствие пропускаем этап цветного покрытия люблю работу аккуратно поэтому слайдер широкий я всегда подрезаю по форме все вы делаю уже мне не нравится когда он выходит на кожу потом его приходится убирать там растворять ультрабондом ну то есть это дополнительные манипуляции зачем они нам собственно говоря нужны подобрали по форме кутикулы максимально опускаем на салфеточку в воду нужно смочить он сейчас у нас закрутится и начнет очень хорошо качественно отделяться от подложки полтора два часа абсолютно реально девочки сделать покрытием и с дизайном я прям ответственно могу об этом сказать потому что вот у нас сейчас идет конкурсная подготовка я всегда привожу этот пример по аналогии именно с конкурсной подготовкой я свой первый конкурсный ноготь делала 8 часов 1 ноготь 8 часов и на конкурсе все пять пальцев вся рука это было полтора часа реально ускориться реально реально себя во время в определенные рамки загнать абсолютно реально именно поэтому я так подробно стараюсь рассказать этапы моделирования потому что когда есть четкая последовательность действий мы четко понимаем что мы делаем и мы можем загнать это в определенные временные рамки нужные нам посмотрите слайдер у нас намок я над ноготочком начинаю его двигать на подложке над ногтем и сразу на ноготь установила вот подфиксировала придержала и под ложечку вытащила тогда он у меня не скручивается не сползает не убегает и теперь я начинаю плавно распределять его вот подтягиваю стараюсь подтянуть под кутикулу можно даже двумя пальчиками даешь я с одной рукой работаю подтянула подворачиваю под свободный край мне очень нравится вот этот эффект именно на камуфляже не на белом цвете она камуфляжной подложке подтянем хорошо прям можно завести под кутикулу можно взять апельсиновую палочку пройти вот здесь в зоне кутикулы подтянуть чтобы максимально у нас как и при покрытии цветном слайдер был из-под кутикулы расправляем по возможности расправляем все морщинки и подсушиваем заворачиваю под торец и подсушиваем буквально там 15 10 секунд достаточно подсушить так пропал звук напишите пожалуйста пропал ли еще у кого-то звук звук есть хорошо спасибо как быстрее наращивать сразу на все 10 пальцев форму ставить или по одному для скорости нам обязательно нужно работать в конвейерном варианте то есть вы один подставили форму выложили вы его сушить и на другом подставляете форму выкладываете сушить и убираю слайдер с торца делаю это при помощи шлифовщика не очень хорошо подфиксировала так как разговаривали но я думаю что это не проблема обязательно нужно убрать с торца торец должен быть чистым с торца убрали можно перчаткой снять поверхностные пил и обязательно по поверхности пройти ультрабондом проходим ультрабондом прям полностью полностью он сейчас у нас у ляжется и после того как мы прошли ультрабондом у нас есть возможность вот я вижу например видно маленькая маленькая складочка я могу взять и апельсиновой палочкой и и притоптать с одной с другой стороны после того как ультрабонд подсыхает на поверхность наносим слайдер топ смотрите важный момент вот как раз слайдер буду сушить и по отвечаю еще на вопросы покрываю слайдер топом протягиваю по всей поверхности протягиваю здесь я слайдер топа уже можно фактически как финишу отнестись если где-то есть складочка можно немного добавить материала при необходимости выровнять поверхность сделать ее глянцевой ровной красивой даже можно перевернуть и сцентровать если вы видите что на бока просела перевернуть ли и сцентровали две минуты я прослушиваю слайдер топ для того чтобы его потом обезжирить и зафиксировать на нем шермикон слайдер топа на смит дисперсион имеет липкий слой я не хочу дополнительно еще там наносить т-класс для того чтобы увеличивать толщину поэтому слайдер две минуты просушиваю дисперсию снимаю и буду уже на него потом на поверхность шермикон фиксировать вопросы пока две минуты мы сушим у нас есть эти две минуты по отвечать на вопрос девочки если я кому-то не ответила не успела прочитать вы можете вопрос свой сейчас продублировать переверну чистой стороной писали я видела что использовали сегодня использовали софт полпинг гель использовали акриге для удлинения спасибо девочки да я стараюсь правда максимально объяснить максимально понятно потому что это вещи очень важны в моделировании вот такие материалы мы использовали сейчас еще буквально минутку подсушим моделировали мы с вами на формах форму видите длинные формы кстати очень удобные если вы моделируете на руках с особенностями с большими валиками боковыми как правило для начинающих особенно мастеров это большая проблема это большая проблема про верхнюю форму сейчас хожу скажу здесь есть у нас окошки для вырезов то есть они очень нам помогают и форма липнет классно становится скажите свое мнение про про наращивание на верхних формах смотрите я могу сказать так что я мастер-архитектор я люблю правильную четкую не всегда на верхних формах ее возможно создать это альтернатива для наращивания то есть у нас есть классика есть классическое моделирование но бывают такие особенности и бывают такие ногти такое строение когда проще взять верхнюю форму и выполнить моделирование на верхних формах когда например ногти грызли когда микронихи когда очень короткое ногтевое ложе большие валики вот в этом случае очень сложно работать с формами бумажными их приходится подрезать валики мешают что-то там у нас выпадает и тогда не получается красиво чистая правильная архитектура и ногти из-за этого могут у клиента ломаться поэтому есть моменты когда просто верхние формы незаменимы у нас есть много способов наращивания нельзя сказать что что-то одно хорошо а что-то другое плохо это просто альтернатива это разный способ работы это мое мнение по поводу верхних форм если на просушку по две минуты на обе руки только на просушку 20 минут уходит мы фиксируем всегда мы работаем в конвейере вот смотрите вот у меня лампа я положила пальчик там подсушила 15 секунд включила подсушила пока я здесь делаю здесь у меня подсыхает здесь нанесла вторую меня также досыхает они досыхают в конверном варианте пока вы моделируете в конвейере всю руку кладете у вас полностью просушка проходит уже к мизинец у вас уже высушился больше чем на две минуты поэтому особо дополнительно какой-то просушки вот вы сделали моделирование и дополнительно сушить две минуты одну руку а потом две минуты сушить другую руку смысла нет они в конвейере все досыхают крышечку положу на гель до отодвинула в сторону чтобы не заполимеризовать спасибо сколько добавлять к прайсу по наращиванию девочки но наращивание и прайс это вообще на все таки отдельная совершенно тема потому что все зависит от сегмента в котором вы работаете от платежеспособности региона поселка это например вы живете например в поселке с небольшим количеством людей либо вы живете в мегаполисе там где огромное количество человек то есть тут все конечно зависит от того сегмента в котором вы работаете сказать точно какую сумму добавлять я к сожалению не могу так а вы крышку хотели сфоткать вот пожалуйста фотографируйте крышку пока фотографируют крышку по запросу что я делаю я по помощи евроклинсера снимаю дисперсию снимаю дисперсию со слайдер топа для того чтобы у меня поверхность осталось глянцевой и я еще хочу сверху прикрепить шермик он очень мне нравится то есть повторить вот эту тематику флористическую ту которую мы выполнили при помощи слайдера я вот возьму еще дополнительно можно в нахлёст чуть там ближе к кутикуле то есть тут все зависит от того что вы хотите получить в итоге я хочу как бы сделать такое продолжение можно сделать шермик он например прикрепить частично где-то вот тут с краешку пустить еще один лепесток остатки я прям люблю шермик он и резать остатки я могу совершенно спокойно то есть я обрезала по границе остаточки вернула на подложку и никаких проблем дальше могу ими пользоваться вот такой вариант и сверху я хочу это покрыть финишем матовым вельвет мне нравится вельвет топ покроем и как раз пока у нас будет досыхать я еще раз поотвечаю на ваши вопросы покрывают топом стык 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 подвожу для покрытия из-под кутикулы чтобы в зоне кутикулы блеска не оставалось на финише уже на финишном покрытие можно всегда взять линеарную кисточку можно взять дополнительно прям отодвинуть кутикулу подальше и при помощи линеарной кисточки также капельку топа завести то есть перекрыть границу нашего на адреса для того чтобы не спровоцировать потом не от слоек при попадании воды ну то есть обеспечить дополнительно перестраховаться подтягивая перекрыла и сушу что такое шармикон шармикон это вот такая скажем так наклейка то есть эта декорация которая имеет клеевую основу крепится она к любому покрытию глянцевому то есть не на липкий слой не на дисперсию вот у нас есть глянец вы можете взять и на глянец прикрепить дополнительно требует перекрытия топом сверху мы можем перекрывать это глянцевым топом для глянцевого эффекта можем перекрывать матовым топом это вот такая вот декорация то есть готовый декоративный элемент так не люблю цветы на эти классные согласна с вами я тоже не ко всем цветам питаю большую любовь но вот этот вариант он очень мне близок очень нравится будет ли запись эфира да девочки эфир обязательно подгрузится эфира обязательно сохранится он сохранится на аккаунте any school онлайн и и я его обязательно подгружу в свой инстаграм смотрите вот это мой инстаграм это мой аккаунт мой профиль stories открыла юля все вот смотрите это мой аккаунт вот так он называется вы можете подписаться если хотите если у вас остались какие-то вопросы можете писать мне в директ под постами я всегда с удовольствием помогу и отвечу так дресс и слайдер или наклейки вот этом мы можем сказать что эта наклейка с клеевой основой а вот эта декорация требует основы с дисперсией и крепится на слайдер топ с какого возраста можно наращивать ногти смотрите здесь такой момент наверное все уже шагнуло далеко и возраст немножечко границы возрастные стерлись вообще маникюр по правилам скажем так по основам выполнения маникюра обрезного маникюра в том числе она у нас с 16 летнего возраста выполняется наращивание при работе с твердыми гелями и на руках молодых на руках подростках мы сталкиваемся с тем что у нас могут быть отслойки систематически так как руки детские руки они более влажные ногтевая пластина более влажная поэтому здесь мы смотрим все-таки по показаниям иногда бывают ситуации когда например грызут ногти детки там возрасте 12-13 лет и то есть если это как вариант необходимости до такой сохранить здоровую ногтевую пластину вырастить здоровые ногти можно наращивать но вот ранее 16 лет я бы не рекомендовала это делать посмотрите вот такой получился у нас ноготок в результате нашей работы поработали мы с вами сапила можно использовать масло для кутикулы можно оставить вот в таком состоянии всем спасибо большое также за ваше внимание и если у вас остались вопросы вы можете в комментариях писать потом далее под сохраненным эфиром либо в директ мой инстаграм вот так он называется 13 нижнее подчеркивание юша 20 давайте я сейчас разверну камеру всем спасибо еще раз повторяюсь мы проводили эфир по опилу разобрали основные пункты основные этапы опила при моделировании при работе с твердыми гелями также по желанию темы для дальнейших эфиров то что интересно темы которые хотелось бы осветить на ваш взгляд также в комментариях можете писать всем хорошего дня со всеми прощаюсь до свидания спасибо большое всем пока пока что